Долгожданный 42-дюймовый OLED-телевизор LG будет представлен на выставке CES 2022 в следующем году, а не в этом. Я знаю, что эта новость немного разочаровывает, но в этом видео я расскажу вам, почему этот телевизор стоит подождать, не переключайтесь. Всем привет, с вами Винсент из HDTV Test. Ранее в этом году на выставке CES 2021 LG Display объявили, что в этом году начнут производство 42-дюймовых OLED-панелей, и возможно осенью некоторые телевизоры действительно могут получить эту панель. Но, к сожалению, этого не случилось, так что в новостном сообщении из Южной Кореи говорится, что LG Electronics, производитель телевизоров, презентует телевизор на выставке CES 2022 и начнет продавать его в первой половине следующего года. Я знаю, что некоторым из вас будет скучно, если я расскажу это, но LG Display и LG Electronics это две отдельные структуры. LG Display является производителями OLED-панелей, они отвечают за производство всех WRGB OLED-панелей, которые вы можете найти в Panasonic, Sony, LG. В то время как LG Electronics являются производителями телевизоров, и они отвечают за производство реальных телевизоров, которые вы можете найти на прилавках, которые вы можете купить в магазинах. Итак, с учетом особенностей, я собираюсь рассказать вам о причинах задержки или, скажем так, о лучшей возможности для выхода на рынок и запуска 42-дюймовой OLED-панели. Мне кажется, что одна из ключевых причин, по которой LG решили отложить запуск 42-дюймовой OLED-панели, заключается в том, что, прежде всего, LG Display заняты производством 83 и 77-дюймовых OLED-панелей. В дополнении ко всем другим размерам, которые они в настоящее время производят. И, во-вторых, поскольку IFA была отменена в этом году из-за продолжающейся пандемии, я думаю, что для LG Electronics разумнее запустить новую 42-дюймовую OLED-панель в следующем году, а не в этом. И я считаю, что 42-дюймовый OLED-телевизор от LG станет чрезвычайно привлекательным предложением для многих из вас. Я знаю, что некоторые из вас использовали 48-дюймовый OLED-телевизор в качестве монитора. На самом деле, я сам время от времени использовал его для игр, а также для цветокоррекции своих HDR-видео, но даже для меня он кажется слишком большим, претензия, с которой я хорошо знаком. Так что 42-дюймовый OLED-телевизор при использовании в качестве монитора будет усладой для ваших глаз тем из вас, кто не может позволить себе ни место на столе, ни комнату с нужным расстоянием для размещения 48-дюймового OLED-телевизора. И вы знаете, если у вас есть 42-дюймовый OLED-телевизор, он будет иметь более высокий PPI, чем 48-дюймовый OLED-телевизор, если применять во внимание, что оба они будут иметь одинаковое Ultra HD разрешение 3840 на 2160. Еще одна важная вещь, которую следует отметить о предстоящем 42-дюймовом OLED-телевизоре LG, почему он так интересен, заключается в том, что он будет иметь частоту обновления 120 Гц, он будет иметь HDMI 2.1 и будет поддерживать все функции, которые важны для геймеров, такие как совместимость G-Sync, FreeSync Premium и, возможно, поддержка AGIG и HDMI Forum VRR, в дополнение к низкому input lag. Так что с этой точки зрения я ожидаю, что это будет игровой дисплей так же, как и 48-дюймовый, 55-дюймовый, 65-дюймовый, 77-дюймовый или 83-дюймовый модель от LG, и я не вижу причин, по которым они не должны иметь одинаковые игровые возможности HDMI 2.1, и это делает их очень захватывающим. И некоторые из вас могут отметить, что сами LG на самом деле делают OLED-монитор, который еще меньше, это 32-дюймовый или 31,5-дюймовый 32 EP950, но реально он ориентирован на творческий и профессиональный рынок. Он не ориентирован на игровой рынок и имеет частоту обновления всего 60 Гц. В нем нет HDMI 2.1, он действительно предназначен для колористов, для художников VFX, которые выполняют свою работу по цветокоррекции, и он вообще не предназначен для игр. А также, если учесть то, что цена 32 EP950 все еще колеблется в районе 4000 долларов США, то он будет значительно дороже, чем предстоящий 42-дюймовый OLED-телевизор от LG. Согласно отчету по анализу затрат от DSCC Display Supply Chain Consultants, они провели углубленные исследования материалов, используемых в производстве OLED-телевизоров, и, по-видимому, имея обширные контакты в индустрии дисплеев, они составили смету расходов на предстоящую 42-дюймовую OLED-панель LG и сказали, что стоимость материалов будет на 33% ниже, чем у 55-дюймовой OLED-панели. Давайте предположим, что 55-дюймовый OLED-телевизор от LG Electronics будет стоить, скажем, 1500 долларов или 1500 фунтов, и, учитывая состояние цен Великобритании в наши дни, вероятно, можно ожидать цену около 1000 долларов или 1000 фунтов за 42-дюймовый OLED-телевизор, который будет более привлекательным, чем любой другой сопоставимый игровой монитор на рынке. И я думаю, что еще один фактор, который следует упомянуть, заключается в том, что я ожидаю, что эти 42-дюймовые OLED-телевизоры будут использовать более эффективную, так называемую, EVO-панель LG Display, даже если она не будет именно так маркирована. Причина в том, что, если мы проанализируем, как эти 42-дюймовые OLED-панели будут вырезаны из подложки из материнского стекла 8.5G, а подложка из материнского стекла 8.5G имеет ширину 2,5 метра и длину 2,2 метра, если вы не используете метр MMG, то сможете отрезать только 8 штук 42-дюймовых OLED-панелей от такого материнского стекла, и коэффициент использования будет только 70%. Но если вы используете MMG или Multimodal Glass технологию, то сможете вырезать 10 частей, потому что вы сможете поместить две части в альбомную или портретную, вероятно портретную ориентацию, в то время как остальные находятся в альбомной ориентации, что дает нам в общей сложности 10 частей, вырезанных из материнского стекла 8.5G. И действительно не отличаю альбомную от портретного, я довольно плохо разбираюсь в разных позициях, мне это уже говорили. Но, так как я это вижу, с 10 штук 42-дюймовых OLED-панелей, вырезанных из материнского стекла 8.5G, вы получите коэффициент использования 87% по данным DSCC, и это снизит стоимость за штуку этой 42-дюймовой OLED-панели. И вот причина, по которой я думаю, что эти 42-дюймовые OLED-панели будут использовать более эффективный OLED-материал или OLED-панель от LG Display, которую LG Electronics позиционируют как EVO-панель. Причина в том, что MMG в настоящее время, насколько мне известно, используется только на китайской фабрике LG Display в Гуанчжоу. Поэтому все 77-дюймовые OLED-телевизоры, которые мы видели в этом году, 77-дюймовые C1, а также 77-дюймовые A80J, у них у всех есть так называемые EVO-панели, более эффективные OLED-панели с другими спектральным распределением питания, чем на обычной панели. Потому как для эффективного разреза 77-дюймов с увеличенным коэффициентом использования, вы должны использовать MMG, а MMG в настоящее время имеется только на фабрике LG Display в Гуанчжоу. Именно поэтому они будут использовать новую панель, независимо от того, будет ли она так маркироваться или нет. И это причина, по которой мы считаем, что 42-дюймовые OLED-панели будут использовать более эффективную OLED-панель или EVO-панель. Однако это не означает, что пиковая яркость будет выше, чем у обычных OLED-телевизоров. Я думаю, что в этих 42-дюймовых OLED-телевизорах повышенная эффективность EVO-панели будет использоваться для продления срока службы, а не для увеличения пиковой яркости дисплея. Запомните, что пиковая яркость всегда обратна пропорционально сроку службы, поэтому если вы увеличиваете пиковую яркость, срок службы уменьшится, но если вы захотите увеличить срок службы, то пиковая яркость должна будет оставаться прежней или немного снизиться. Но с помощью этой более эффективной OLED-панели при подключении к ней вы сможете увеличить пиковую яркость без уменьшения срока службы, или вы сможете сохранить пиковую яркость прежней, продлевая срок службы дисплея, снижая риск выгорания и всего такого. Так что с этой точки зрения, я думаю, что именно в этом направлении будут двигаться 42-дюймовые OLED-телевизоры от LG. Они не получат более высокую пиковую яркость, как LG G-Series, потому как из-за 42-дюймового размера, LG, вероятно, ожидают, что многие покупатели будут использовать его в качестве монитора, и, следовательно, риск выгорания также может возрасти. Так что наличие EVO панели тупо увеличит срок службы, чтобы противодействовать любому эффекту остаточного изображения или выгорания. Вот по этим причинам, я думаю, что этот новый 42-дюймовый OLED-телевизор от LG будет очень интересным в следующем году, и я ожидаю, что он будет продаваться, как горячие пирожки, и, к сожалению, мы не сможем увидеть его в этом году, но, как говорится, хороших вещей всегда стоит подождать. Так что давайте дождемся CES 2022, и, надеюсь, в зависимости от того, сможем ли мы лично присутствовать на мероприятии или нет, мы получим больше новостей и подробностей о новом предстоящем 42-дюймовом OLED-телевизоре LG. Надеюсь, с HDMI 2.1, 4K с частотой обновления 120 Гц, со всеми преимуществами VRR, с SGIG, с низким input lag, который подходит для геймеров. Конечно, говоря, что он ориентирован на геймеров, я понимаю, что некоторым из вас может понадобиться второй OLED-телевизор для вашей спальни, и 42-дюймовый OLED-телевизор от LG может удовлетворить ваши потребности. Если вы хотите больше видео о технологиях следующего поколения, пожалуйста, кликайте на наш плейлист, и увидимся в следующем видео.